Заметка Электрика Евроавтоматика Беларусь Этот производитель Вам уже известен По обзорам и испытаниям Реле контроля фаз SR721 И SR723 Которые я уже проводил На своем канале Что же такое переключатель фаз И для чего он необходим Переключатель фаз Необходим для питания Однофазных нагрузок То есть однофазных потребителей От трехфазного ввода Акцент сделан для наиболее Ответственных потребителей Например для питания Котлов, систем отопления Системы охраны Систем видеонаблюдения Серверной Крупных морозильных камер Холодильников Какой либо автоматики И так далее и тому подобное Ответственность вы можете Определять для себя самостоятельно Я лишь перечислил Самые распространенные В чем же суть Данного переключателя В нормальном режиме Выбранные вами Ответственные потребители Питаются с одной фазы Ну в данном случае Цель 1 например Называется она Приоритетной фазой Так вот если напряжение На приоритетной фазе Выйдет за установленные пределы Снизится или увеличится Выше ниже заданных уставок О них я тоже чуть позже Расскажу и покажу То реле Переключит Потребителей На другую Так сказать Лучшую фазу При условии Что напряжение на ней Так же будет находиться В заданных пределах Ну например Вот фаза у нас Пропала Напряжение снизилось Там либо совсем Пропала Нагрузка переключится На фазу Б либо на фазу С То есть L2 L3 В данном случае В виде Нагрузки у меня Выступает Обычное Промежуточное реле И здесь Такой индикатор Есть что оно Как бы Получает питание Приоритетную фазу Можно задать Как вручную Через настройки Так и вовсе Оставить автоматический Выбор То есть без Приоритета Конкретной фазе То есть нагрузка Будет подключаться К одной Произвольно К одной из фаз Лучшей фаз Пока ее параметры Будут находиться В заданных пределах Ну и в случае Выхода за эти пределы Реле соответственно Переключит питание Потребителя На другую Лучшую фазу Со стабильными Параметрами Все на ваш выбор И при восстановлении Напряжения На приоритетной фазе Ну если она у нас Задана принудительно Вот фаза А То потребители Переключаются На нее обратно На самом деле Это очень нужное Реле Особенно Когда напряжение В сети Не стабильно Периодически Бывают отключения А никаких Более резервных Источников питания Генератора Например У вас Допустим Нет Чтобы Номент Исчезновения Фазы Сработал АВР И подал напряжение На ответственных потребителей Ведь вам же Не хочется При очередном Каком-нибудь Отключении Заморозить дом Или остаться Без охраны И видеонаблюдения В ваше отсутствие Да Он абсолютно Не спасет Когда будет Обрыв Всех трех фаз На линии Так что Имейте это ввиду Тем не менее Спасет В случае Пофазных Обрывов Что также Случается Достаточно часто Преимуществом Преимуществом Данного Устройства 451-1 Безусловно Является То Что Для подключения К нему Нагрузок До 63 А Вовсе Не требуются Какие-либо Контакторы А это И упрощает В целом Схему Для дальнейшей Эксплуатации И уменьшает Дополнительные Траты На эти же Самые Контакторы Внутри Устройства Встроенные Реле На каждой фазе С заявленным Номиналом 63 А По факту Уже еще больше Вот На каждой фазе У нас Установлены Реле И как видите Опять таки С хорошим Запасом Аж На 90 А При заявленных 63 Это очень Хорошо Катушка В руле На 12 Вольт По стоянке Ну и естественно Варисторная Защита На каждой Фазе Здесь у нас Все чистенько Пайка Как всегда Качественная И вся нагрузка Подключается К ним Прямым способом В данном видео Я не буду Тестировать Встроенные Реле Вот эти На 63 А Так как Они применены Такие же Как у Рассмотренных ранее Реле SR721 И 723 А их Я уже Достаточно Подробно Тестировал При номинальном Токе Измерял Нагрев При номинальном Токе И так далее И тому подобное Да Кстати Знаю Случай Причем Не единственный Когда переключатель Фаз Использовали Не только Для сугубо Ответственных Потребителей Но и для обычной Квартиры С однофазным Вводом Установив Его В подъездном Щите Где есть Доступ К трем Фазам На магистрали Пропала Одна фаза Вылетел В РУ Какой нибудь Предохранитель Одной из фаз И буквально Через какое то Мгновение Ну заданную Выдержку Времени Переключатель Переключит Всю квартиру На другую Исправную Фазу А что Вполне себе Хорошая идея К тому же Номинала На 63 А Опять таки Вполне Хватит Для квартиры Даже Для новостроек Обычно У нас На вводе Установлены Автоматы Ну от 25 А 25 А 32 А 40 А 50 А Может быть В элитном Жилфонде И есть Вода По 63 А На одну Фазу Тем не менее Этого Переключателя Даже Вполне Хватит И там Подключаются Устройства Следующим Образом На Клемму L1 L2 L3 И соответственно Подключаются Фаза ABC С источника Питания Далее У нас Делается Перемычка Общий выход L1' L2' L3' Штрих И подключаем Это все На нагрузку Ну в качестве Нагрузки Как я уже говорил У нас будет Использоваться Обычное Реле Также На общем Выходе Этого Реле Мы обязательно Должны подключить Вывод УК УК Перемычка УК С общего Вывода Чуть позже Я о нем Расскажу Ну и по нулям 0 с источника Питания Мы заводим На клемму N Здесь 0 Не обязательно Заводить силовой Потому что Он здесь Используется Чисто для Контроля Фазных напряжений А вот здесь Все проводники Будут Использованы Силовые Так как Через них Будет протекать Ток нагрузки Ну кроме Вот этой перемычки На клемму УК Ну если вы заметили То В схеме подключения Имеются Попарные выходы С каждой фазы Вот L1 штрих L1 2 штриха L2 штрих L2 штриха И так далее Второй выход L2 штрих Он ограничен Током 30 ампер Собственно Как это и было У реле SR723 Тем не менее Суммарный ток По Двум выходам Не должен превышать 63 ампера Ну логично Такая конструктивная Особенность Попарных выходов Достаточно удобно И облегчает Расключение в щите Ну можно допустим Сделать Несколько выходов Как вариант Ну как вы видите Она уже крепится На стандартной Динрейке Занимает в щите 6 модулей Кстати Тот же ПЭФ 319 От Новотека Электро Занимает Аж целых 9 модулей Разница приличная Клеммы мощные И позволяют Подключать проводники До 16 Квадратных Миллиметров Как вы уже заметили На лицевой стороне Имеется Три дисплея И на них Отображается В данный момент Фазное Напряжение Сейчас оно Одинаковое 222 221 Вольт Под дисплеями Имеется Три индикатора То есть Это индикаторы Подключения Нагрузки Вот когда Индикатор Полностью Погашен То значит Напряжение Отсутствует И соответственно Контакт Реле Разомкнут По причине Выхода Напряжения За заданные Пределы То есть Нагрузка Отключена Если индикатор Светит постоянно Вот как У приоритетной фазы То значит Напряжение Здесь в норме Контакт Реле Замкнут Нагрузка Включена Вот Нагрузка Включена Видим Если же Индикатор Кратковременно Вспыхивает Вот как На двух Оставшихся Фазах То значит Эти фазы В норме Но в данный Момент Не используются Так как Приоритет Задан В первой Фазе Давайте настроим Наше реле Заходим В меню Сет Это у нас Выдержка Времени АПВ То есть Выдержка На Включение Повторное Включение Как я уже говорил Время АПВ Регулируется В пределах От двух До 599 Секунд Поставим 6 секунд Все Нажимаем Сет Сохранили Идем дальше Так Приоритет Вот Первый параметр Это у нас Имеются Прочерки Это значит У нас Режим Работы Без Приоритета Дальше У нас Идут цифры 1 2 3 Это обозначает Что фаза Первая фаза Это наивысший Приоритет L3 Фаза Фаза С Это наименьший Приоритет Можем сделать Вторую фазу Наивысшим Приоритетом Первую Наименьшим И Различные Конфигурации То есть 6 вариантов Сейчас у нас Стоял приоритет На первой фазе Давайте поставим На второй Например Видите Сразу Роле Переключило Нагрузку На вторую Фазу Дальше У нас Идет Параметр TPR Это у нас Время Переключения В момент Исчезновения Приоритетной Фазы Можно задать В пределах От 0,2 До 5 Секунд Время Переключения Я выставлю 3 Секунды Вот так Вот сделаем Для наглядности Это у нас Задержка Отключения По верхнему Порогу Это время Может у нас Варьироваться От 0,1 Секунды До 5 Секунд Тем не менее Здесь есть Такой нюанс Такой параметр Как время Реакции Или ускоренное Время Отключения То есть При напряжении Свыше 300 вольт Роле У нас Отключится За время Менее 0,1 Секунды То есть Если мы Вдруг поставим Одну секунду То при увеличении Свыше 300 вольт Все равно Она отключится За менее чем 0,1 секунды Идем дальше Ухай Это у нас Уставка Верхнего порога По напряжению Варьируется Варьируется Она у нас В пределах От 240 вольт До 300 вольт Ну выставим Наверное 253 Пусть будет Т-лоу Задержка Отключения По нижнему порогу Можно Регулировать Эту уставку От 0,5 До 25 Секунд Выставим Тоже 2 секунды И уставку Нижнего порога Она у нас Варьируется От 140 До 210 вольт Ну выставим 200 Ну а теперь Давайте Сымитируем Уменьшение Напряжения То есть уменьшим Напряжение Ниже 200 вольт На приоритетной Фазе И посмотрим Что будет Оп Елоу Да У нас Загорелось Но у нас Реле Не Переключилось На другие фазы Потому что На других фазах У нас Также Снизилось Напряжение Сейчас я Пока управляю Одновременно Всеми Тремя фазами Сейчас Восстановлю Напряжение Итак Давайте Сымитируем Обрыв Второй фазы Оп 0 Прошел Отчет Времени И Вот наша Нагрузка Переключилась На первую Фазу Давайте Восстановим Нашу Вторую Фазу Вот Пошел Отчет Времени 3 2 1 Оп И Нагрузка У нас Оп И нагрузка Опять Получила Питание От Второй Фазы Давайте Увеличим Напряжение Оп Видите Реле Отключила Нагрузку И Здесь Соответственно Горит Индикатор E-High Что говорит Нам о том Что напряжение В сети Больше Заданной Уставки 260 вольт Но так как Я сейчас Опять Управляю Тремя фазами То соответственно И Реле Никуда Не переключило Потребителя Возвращаем На номинал Потребитель У нас Получает Питание Опять От нашей Приоритетной Второй Фазы Так Смотрите У нас Приоритет Установлен 2 1 3 Давайте Сменим Его На На Третью Поставим А Потом Будет Первая Вот Так Идет Время Переключения 3 Секунды Вот Теперь Потребитель У нас Получает Питание С третьей Приоритетной Фазы Давайте Сымитируем Ее Обрыв Вот Пошел Ело 0 Оп И Нагрузка Вот Наша Нагрузка Получает Питание Сейчас С первой Фазы То есть 3 2 3 1 2 Да У нас Приоритет Выставлен Теперь Давайте Оборвем Еще И Как бы Первую Фазу Оп 0 Оп И Нагрузка У нас Переключилась На Вторую Фазу Давайте Теперь Вернем Первую Фазу Пошла Пошла Выдержка ПВ 6 Секунд Оп Переключение Пошло 3 Секунды И потребитель У нас Включился На первую Фазу А теперь Давайте Восстановим Как будто У нас Восстановилась Третья Фаза Пошла Выдержка ПВ Оп Идет Переключение 3 секунды Оп И нагрузка Переключается На третью Фазу Вот В принципе И весь Принцип Работы Данного Переключателя Фаз Давайте Сделаем Приоритет Просто Уберем Прочешки Без Приоритета И Давайте Я просто Отключу Третью Фазу Так И вот Нагрузка У нас Уже Переключилась На вторую Роле Посчитала Что вторая Фаза Находится Напряжение Ее Находится В нормальных Пределах Ну а Почему бы И нет Ну давайте Отключим Вторую Фазу Оп Потребитель Переключился На первую Фазу А теперь Давайте Восстановим Напряжение На второй Фазе Так Вот Роле Считает Что эта Фаза Стабильнее И оставила Ее В работе Ну это У нас Держится Фаза Ну вторая Фаза Осталась Как бы В резерве Ну и Восстановим Третью Фазу АПВ Идет Выдержка Оп Все Ничего Не меняется Нагрузка Осталась На первой Фазе А вторая Третья У нас Ушли В резервы Данного Переключателя Фаз Имеется Контроль Встречного Напряжения Принцип Действия Контроля Встречного Напряжения Следующий Переключатель Фаз Сначала Отключает Допустим Нашу Приоритетную Фазу Затем Проверяет Пропало Ли Напряжение На выходе Этот контроль Как раз таки И осуществляется С помощью Вот этой Перемычки То есть С общего выхода Идет Перемычка На Контрольный вход Вот сюда УК Если здесь Будет потенциал Соответственно Это значит Говорит о том Что Реле у нас Не отключилось Фаза У нас осталась Если у нас Потенциала нет Это говорит нам О том Что напряжение Реле отключило Напряжение Пропало На выходе И значит Соответственно Можно подключать Потребителя К следующей Фазе К другой Фазе Вдруг По каким-то Причинам Залипнет Например Встроенное Реле Или еще По каким-либо Причинам На выходе Останется Фаза На общем Выходе То устройство Просто-напросто Не даст Переключиться На другую Фазу Ведь если Такой контроль Будет отсутствовать То может Возникнуть Короткое Замыкание Между двух Фаз Эта фаза Например У нас Останется Мы от Второй Фазы Подадим На общий Выход Вторую Фазу Соответственно Произойдет Короткое Замыкание Между Двух Фаз А последствия Могут Быть Ой Какие Неприятные Так вот Чтобы этого Не произошло У реле И имеется Такая Полезная Функция Я На контроль Встречного Напряжения Подал Потенциал Вот От одной Вообще Любой Из фаз Вот видите Реле Не может Даже Подключить Любую Из фаз Хоть Приоритетную Хоть Нет Потому что Видит Что здесь Есть Какой-то Потенциал То есть Чтобы Не было Короткого Встречного Короткого Замыкания Оно Вот Моргает И Выдает Нам Соответственную Ошибку Ол То есть Что Обозначает Встречное Напряжение Сейчас Я допустим Встречное Напряжение Отброшу Оп И у нас Сразу Реле Потребитель Подключается К приоритетной Заданной Фазе Ну и собственно Как и у всех Устройств От евроавтоматики У них вообще Меню У всех Плюс-минус Схожее Л Это говорит Нам о том Что Последняя Авария Была По Нижнему Порогу Если Будет А Что Соответственно По Верхнему Порогу У Л Это значит Минимальное Зарегистрированное Напряжение У нас 0 Вольт Максимальное Напряжение Зарегистрировано 285 Вольт Т Это у нас Время В часах Прошедшее С момента Последнего Включения Исполнительного Реле То есть Замыкание Контактов 0 часов Прошло Это Количество Отключений Исполнительного Реле То есть Размыкание Контактов Из-за Аварии Вот 2-2 Вот уже По фазам Даже считает Ну вот В принципе На этом И все Что я Хотел Рассказать Вам Про Переключатель Фаз PF 451-1 От Евроавтоматики Если У вас Есть Какие То Вопросы То Пожалуйста Задавайте В комментариях Если Вам Понравилось Видео Обязательно Ставьте Лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Впереди Будет Много Всего Интересного Также Напоминаю Что у меня Есть Очень Интересный И Открытый Чат В Телеграме Там Обсуждаются Ежедневно Очень Интересные Вопросы Ведется Постоянные Диалоги Друг с Другом Между Специалистами И Не Только И С Новичками И С Начинающими Также Подписывайтесь На Мой Инстаграм Канал Потому Что Очень Много Я Не Выкладываю Маленьких Фрагментов Маленьких Сюжетов На Ютуб Я Выкладываю Туда В Сторисы Либо Обычную Ленту Публикации Поэтому Чтобы Не Пропускать Самое Интересное Переходите И Подписывайтесь На Мой Инстаграм Ну а С вами Как Всегда Был Дмитрий Автор Канала Заметки Электрика До новых Встреч Продолжение следует